Полезные программы Slammin' Source Tools Что это и как этим пользоваться? Slammin' Source Tools представляет собой набор модифицированных компиляторов для Вэллхаммер, при наличии которых вы получите доступ к новым параметрам компиляции, которые, в свою очередь, позволят управлять процессами, ранее недоступными в базовых версиях VBSP и VRAT компиляторах. Например, каждый маппер хотя бы раз сталкивался с неприятным моментом, когда автоматическая обрезка листьев каждые 1024 юнита создавала множество ненужных порталов, тем самым отнимая ресурс и затягивая процесс компиляции. Ощутима эта проблема часто в двух случаях. Во-первых, когда на карте плотная застройка домов. Шов между порталами может проходить сквозь комнаты, дверные проемы и окна. Второй случай абсолютно противоположная ситуация, когда на карте огромные открытые пространства, будь это море или поле. Компилятор нарежет множество ненужных листьев. Вот здесь на помощь может прийти модифицированный VBSP компилятор. Использовав параметр запуска Block Size, вы сможете вручную указать, на какой дистанции будут обрезаны листья. Радиус менее 65 и более 16 тысяч юнитов может вызывать лик. Самая приемлемая дистанция, на наш взгляд, 2048 юнитов. Для любителей упразднить освещение или наоборот максимально детализировать его, доступен параметр Max Luxe Scale, отвечающий за размер люкселей на всей карте разом, а не на отдельных ее брашах. Разбирать каждый отдельный параметр компиляции мы, конечно же, не будем. Их описание вы сможете найти на странице проекта, ссылка на который будет расположена под этим роликом. А мы продолжим. Предполагается, что вы работаете в Garry's Mod. Значит, вам нужно открыть библиотеку инструментов Steam и скачать Source SDK Base 2013 Multiplayer. После его установки скачайте архив с компиляторами, ссылку на который мы оставим под этим видео. Извлеките архив. Теперь нужно запустить редактор и перейти к его настройкам. Нужно отредактировать конфиг таким образом, чтобы остался только один мод, например, Hammer-минус-минус. После обязательно нужно добавить FGD файлы из Garry's Mod. Для тех, кто знает, кто такой мистер Проппер, можно добавить и его. Опуститесь ниже. Требуется указать несколько папок, где лежит ярлык с игрой, и папка с GameInfo. После перейдите к последней вкладке Build Config. Здесь нужно будет дополнительно указать на ярлык для Garry's Mod. Ниже выбрать папку, в которой будут сохраняться новые BSP-карты. Хотелось бы сказать, что это всё, но врать я не люблю. Чтобы наш Hammer заработал правильно, требуется провести ещё две операции. Создать символическую ссылку на подпапку Garry's Mod и отредактировать файл GameInfo внутри неё. Для тех, кто смотрел наш ролик по настройке Hammer++ для Garry's Mod, сейчас будут вьетнамские флешбеки. Создание фальшивой папки. Откройте консоль и пишите Если всё было сделано правильно, появится надпись «Соединение создано». А ваша файковая папка станет похожа на ярлык. Кликните по нему и отредактируйте GameInfo. Всё, что нужно, это перенести строку GamePlusMod под этот столб, а после отредактировать содержимое выше вот так. Всё, теперь попробуйте запустить Hammer. Он должен будет видеть новый контент и адекватно отображать сетку в 2D проекциях редактора. Кстати, о редакторе. В его модифицированной версии появилось несколько новых кнопок. С помощью первой можно выполнить операцию Transform, которая по умолчанию доступна при использовании горячих клавиш Ctrl плюс M. А теперь интересное. Эти четыре кнопки помогают выравнивать одни браши относительно других. Вот несколько примеров. Чтобы кнопки были кликабельны, предварительно нужно кликать на одно из 2D окон редактора. Очень полезная функция. Ну а последние две кнопки просто выполняют роль отзеркалирования выделенных объектов. Вы это можете делать и в обычном Hammer, использовав горячие клавиши Ctrl плюс L и Ctrl плюс I. Редактор, конечно, неплохой, но всё-таки Hammer плюс плюс будет получше. А теперь фокус. Вы можете прямо сейчас извлечь его в папку BIN, и он будет работать, не требуя каких-либо настроек. А ещё адекватно компилировать карты и запускать игру без ненужных костылей. Сивуплямися. Ставьте лайк, если не знали о таком лайфхаке. А теперь о плохом. Если попытаться в базовом Hammer открыть библиотеку 3D-моделей, то, возможно, редактор вылетит без какой-либо ошибки. Мы не знаем, как это исправить, но знаем отличную альтернативу – Hammer++. Мы его настоятельно рекомендуем в случае с Garry's Mod. К слову, если подключить сламен и модифицированный Hammer к Counter-Strike, таких проблем не возникает. Ну и закончим мы наш ролик несколькими словами о CompilePal. Ссылку на приложение и отдельный архив с параметрами под Slammin Source Tools вы сможете также найти в описании к этому видео. После извлечения CompilePal нужно будет извлечь и папку параметры. Всё, можно запускать. Важное уточнение. По дефолту Virat от Slammin будет компилировать карты в HDR, а не в LDR. И самое главное, не надо прописывать никакие параметры, связанные с пробстатик-освещением. Они и так по умолчанию будут прописаны. Если дописать вручную, на вашей карте свет не будет работать. Фух, а на этом всё. Если вы хотите поддержать проект, подпишитесь на наш Бусти. А ещё приходите на наши игровые стримы. Достаточно вашего присутствия на них, чтобы помочь каналу в продвижении, даже если вы и ваши друзья будут АФК. А пока... Удачи, тамодачи!